Мы сегодня индивидуально представляем Ребята, всем добрый день. Я сегодня приехал в салон М2 Декор. Сегодня здесь проходят мастер-классы. Организовали мастер-классы по колорифичу Венециана, производители, и Декотери. Довольно интересные новые материалы, и что могу, то сегодня вам расскажу. Мы сегодня представляем прайс, новый прайс колорифича Венециана. Декотеру мы вам уже рассылали, всем присутствующим. Так что я буду ходить записывать имена, фамилии. Все, кто был сегодня, вы можете похвастаться тем, что вы были на семинаре в альбоме. Я вам желаю хорошего и полезного дня. В салоне М2 Декор, расположенном в торговом центре Треслана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Что необходимо, даже не надо ее будет шкурить. Поэтому при возможности я, конечно, расскажу более подробно об этой шпаклевке. И, наверное, попробую ее использовать на объекте. Следующее, что мне понравилось. От Декотеры готовый травертин. Не знаю, насколько вам будет видно, сейчас сфотографирую. Значит, он нанесен в один слой. Нанесен в один слой. И здесь, если видите, просто грунтовочка. И вот это вот такая подложечка называется розанта. То есть, если у вас на фасаде есть микротрещины, сейчас можно использовать вот этот материал, который уже идет к кормированию. То есть, вот затянули клеем, где-то там не прошли форс-грунтом, через зиму появились микротрещины или трещины даже до одного миллиметра. Есть специальный герметик, который заделывает эти трещины. И потом наносится вот это вот розанта. И получается у вас дополнительное армирование. И по нем уже можно наносить травертин в один слой. Классный материал. И я, наверное, становлюсь сделать его себе дома на фасаде. Короче, я что могу, то сниму, то покажу, расскажу. Естественно, видео надо снимать отдельно об этих мастер-классах. Иначе так будет все непонятно. Но знакомиться с новинками можно. Дальше я жду. Сегодня будут показывать от колорифичьего венециана новую венецианку. Гросселла 800. Уже ребята сказали наносить на последний слой. Изумительный глянец, который очень легко получается. Хороший материал. И обязательно сниму это все дело поближе. А пока я тоже иду. Съем бутербродик и выпью кофейку. Следующий продукт, который мы сегодня вам продемонстрируем. Это Гросселла 800. Название продукта. Фабрики колорифичьего венециана. И далее. Что это за продукт? С Гросселлой 600, Экстрой. Вы знакомы уже давно. Эти продукты были давно на рынке. И вы все прекрасно успели оценить качество этих продуктов. Но вот Гросселла 800 это финишная Гросселла. То есть Гросселла это... Почему название Гросселла? Гросселла это название самого способа приготовления данной венецианской... Скажем так, технологии изготовления этого продукта. Она не называется. Получается в результате Гросселла. Так продукты и назвали. Известь вы знаете выдерживается в таких бассейнах. Да, то есть она там гасится. Данная продукта Гросселла 800 выдержана там не менее 40-60 лет. Соответственно она достигает такой фракции мелкой. Что очень-очень финишная, да, очень тонкая. Что позволяет этому продукту быть прозрачным. То есть очень глубоким. Очень тонким. И очень-очень глянцевым. Соответственно данный продукт не для того, чтобы выравнивать поверхность. Он для финиша. Поэтому мы рекомендуем от себя кидать первые слоя Гросселлу либо 600, либо экстра. Создавая рисунок, а в 800 только полировка. Этот продукт отлично подойдет художникам. Так как он имеет очень сильную глубину и прозрачность. Ну, кто-то знаком с ягером, да. То есть ягер там основа мраморная. Он что по-кругому, да. Так вот, эта известь, она позволяет, очень тонкая известь мелкая, она позволяет прозрачному достичь всего. Я бы хотел, чтобы данный продукт нанес и оценил кто-то из зала. Потому что венецанку наносят все. Наверное, город-герой. Камень из водогрессии. Здесь в основе есть Гросселла 600 была сделана. И вот как-то финиш. Чего не пробовал? Шестьсотый. Там шестьсотый, да? Гросселла шестьсотый. Изюза материна, слоя, полгода. Да. Изюза материна, между собой, шестьсотый. Там нужно много больше слоев? Нет, слоев не надо больше. Это нужно слоев. Подготовка. То есть должна быть очень, очень хорошая подготовка для того, чтобы она проявит все. То есть царапинами. Потому что она очень тонкая. Она великолепно и глинцуется. Я, в принципе, все, по-другому. Может, кто-то хочет попробовать. Тут, как бы, мог, слой. То, что цело-цело не проявляется. Она тоже, как бы, ну, то, что она дуже, дуже тонкая. Она, наверное, не в ревне, так и в выборах шелка, клинцов. А вот этот вот цвет, это вы калируете по карте, по вашей? Да, по карте, по рейтичьей лица. Пожалуйста, кто еще? А ты еще? Для потолков, там, где очень хорошая подготовка, конечно, да, он идеальный. Это просто стекло. Это реально стекло. Это реально стекло просто стекло. То есть, так как он тонкий, если вы работаете только с этим продуктом, без подкладки, по-моему, шестисотой, желательно шестисотой можно сработать как шпаклевка, просто вытянуть, да, чтобы глубина прошла хорошая. И потом два слоя восьмисотой. Она проявит каждый рисунок. То есть, по текстурности не будет, она будет гладкая, как стекло. А рисунок будет весь видно. То есть, если где-то там пятнышки, то есть, если где-то там пятнышки, то есть, если где-то там пятнышки. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я практически не давлю. Главное. Видно. О, хорошо, да. Пожалуйста. Она получается вот такой. Редактор субтитров. Значит, ребята, мастер-классы у нас уже заканчиваются. Хочется обратить ваше внимание на вот этот материал новый. Мармарина материя наносится в один слой, позволяет работать, наверное, уже прошло больше часа, часа два. Красивый материал, очень мне понравилось. Тем более, он рисируется, так, ну, нельзя передать всей красоты. И такое видео обязательно мне надо будет снять, потому что, ну, очень интересно мне понравилось. И, ребята, вот по новой венецианочке, Гроссела 800, то есть, идет для финишного слоя. Для кого глянец не получается, получается идеальный глянец. Ну, понятно, надо будет покрывать воском. Тоже такое видео необходимо мне будет снять. Я обязательно его сниму. Ну, ну, саму венецианку я уже размещу, конечно, на сайте. Поэтому, кому надо, для последнего слоя покупайте. Эта венецианка, оказывается, не дает слой, а типа выравнивает все углубления. Ну, здесь, конечно, такой образец, потому что мазали несколько мастеров, рисунка никакого. Ну, по идее, эта венецианка увеличивает глянец. На этом у меня все. Всем вам удачи и добра. И спасибо метру квадратному за проведенные мастер-классы. Спасибо.